Всем привет, с вами сайт смартфон UA и сегодня у нас на тесте одни из самых интересных новинок начала 2016 года. Стеклянные смартфоны Samsung Galaxy A5 и A3. И не менее привлекательные Gear S2, которые являются первыми тизен-часами Samsung, совместимыми с мобильными устройствами на платформе Android и, возможно, в будущем с iOS. Насколько интересными получились устройства, как работают в паре и оправдывают ли свои ценники, смотрите далее. Основу корпуса обоих смартфонов составляют металлический каркас и панели из прочного стекла Gorilla Glass 4. Красивая внешне и, что самое главное, благодаря в частности флагману S6, хорошо зарекомендовавшая себя среди потребителей в плане практичности и надежности использования комбинаций материалов. У обоих на выбор четыре расцветки – белая, золотистая, черная и розовая. Наиболее восприимчивым к отпечаткам пальцев будет, конечно же, темный вариант, а вот на светлом, в том числе нашим белом тестовом экземпляре, они малозаметны, как, впрочем, и на экранах устройств, прикрытых защитным стеклом с качественным олеофобным покрытием. Galaxy A3 на фоне А5 и тем более ранее тестируемого А7 выглядит просто-таки миниатюрным, и это, пожалуй, его главный плюс. Яркий контрастный экран в 4,7 дюйма и компактные размеры его корпуса идеальны для управления им одной рукой на ходу. Правда, стоит отдать должное разработчикам Samsung, нет проблем с этим и у 5,2-дюймового А5. Он чуть шире и длиннее младшей модели, однако такой же тонкий и удобный в эксплуатации. Кстати, если бы не разница в размерах экранов и корпусов, различить этих двоих было бы нереально. Дизайн и расположение функциональных элементов у них идентичны не только между собой, но и с ранее обозреваемым нами Galaxy A7, смотрите сами. К слову, у Galaxy A5 не только больше экранного пространства, но и мощнее железа. Однако на практике это мало заметно, так как мощности обоев вполне достаточно для комфортного выполнения всех повседневных задач. Плавная работа интерфейса, проигрывание в Full HD видео и запуска игр с тяжелой трехмерной графикой. Нет никаких задержек при открытии программ и переключении между приложениями. Для хранения данных у обоих предусмотрено 16 гигабайт встроенной памяти, из которых почти 4 забирает система. Однако оверчаться по этому поводу не стоит, так как в обоих случаях предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 128 гигабайт, правда в ущерб второй нано-сим карте, так как слот гибридный. Плюс через OTG можно подключать внешние накопители. Обновленные Galaxy A3 и A5 работают под управлением операционной системы Android 5.1.1 Lollipop с оболочкой TouchWiz. В младшей модели, в отличие от старшей, недоступен многоэкранный режим. Скромнее набор жестов управления, а еще нет сканера отпечатков пальцев, который в опять встроен в механическую кнопку Home. Способен запоминать до пяти отпечатков и отличается хорошей скоростью реакции. Набор предустановленных программ у них практически идентичный. Предусмотрены пакеты приложений Microsoft и Google, фирменный S-Planner S-Voice, магазин Galaxy Apps. В наличии A3 ко всему прочему есть также утилита Internet Security. Набор беспроводных интерфейсов у смартфонов одинаковый и включает в себя в том числе NFC для осуществления бесконтактных платежей и обмена информацией с совместимыми смартфонами через стандарт Android Beam. К автомобильным информационно-развлекательным системам девайса можно подключить через протокол MirrorLink. Что же касается встроенных датчиков, то здесь нет, пожалуй, лишь привычного пользователям флагманов Samsung датчика сердечного ритма. Однако последний есть у тестируемых нами сегодня смарт-часа Samsung Gear S2, который, кстати, совместимый как с Galaxy A5, так и с Galaxy A3, а также с рядом смартфонов сторонних производителей, обладающими не менее чем 1,5 ГБ оперативки и операционной системой Android 4.4 и более. Благодаря стальному корпусу серебристого или серого цвета с круглым ярким экраном безо всяких мертвых зон привычных для большинства конкурентов, выглядит Gear S2 симпатично, однако на тонкой женской руке смотрится все-таки великовато. Так что девушкам мы бы рекомендовали все же меньшую по габаритам модель S2 Classic. В любом случае дырок для фиксации гаджета на руке хватит каждому, так как комплектуются часы сразу двумя ремешками разных размеров. Они изготовлены из приятного на ощупь эластомера и фиксируются к корпусу устройства креплением с защелками, так что воспользоваться сторонними аксессуарами в этом случае не получится. Экран Gear S2 прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3, а места размещения антенн радиопрозрачной керамикой. Кстати, коммуникационные возможности часов представлены очень широко, немало на их борту и всевозможных датчиков, благодаря которым Gear S2 информирует пользователя о разных показателях его суточной активности и частоте сердечных сокращений. Функционал часов предусматривает также получение уведомления о входящих звонках, сообщениях, напоминаниях в календаре, управления аудиоплеером и так далее. Единственный минус Gear S2, на наш взгляд, отсутствие динамика и, соответственно, возможность отвечать на звонки прямо с часов. В свою очередь, микрофон, который расположен между двумя механическими кнопками домой и назад, необходим здесь для голосового управления через S-Voice. Голосом, например, можно инициировать звонок выбранному контакту, отправить ему сообщение, узнать погоду и тому подобное. Заметим, что производительности аппаратной начинки Gear S2 слегка хватает для быстрой и плавной работы интерфейса операционной системы Tizen, а для сопряжения часов со смартфоном необходимо скачать на последнее приложение Samsung Gear. Работу с сенсорным экраном, поддерживающим до двух одновременных касаний и имеющим 10 уровней яркости, существенно упрощает использование поворотного кольца. С помощью последнего удобно, например, перемещаться между экранами, прокручивать длинные сообщения, увеличивать масштаб карты, менять аудиотреки, настраивать параметры ввода. Благодаря защите корпуса с Gear S2 можно отправляться в пустыню и плавать, однако не более полутора часа и на глубине до полутора метров. Что касается их автономности, то полного заряда их аккумулятора на 250 мАч свободно хватает на два дня. В крайнем случае можно активировать режим энергосбережения. Кстати, беспроводная зарядка также занимает порядка двух часов и осуществляется через идущую в комплекте магнитную подставку. Возвращаясь к смартфонам, отметим и их отличную автономность. Так, например, Galaxy A5 с аккумулятором на 2900 мАч может воспроизводить HD-видео онлайн на средней яркости экрана порядка 12 часов. За час игры в Asphalt 8 на Galaxy A3 с батареей емкостью 2300 мАч уходит около 20% заряда. В обычном умеренном режиме обоих моделей хватает на полтора, а то и два дня автономной работы. Плюс для самых бережливых есть несколько режимов энергосбережения. Существенно снижает время автономной работы смартфонов использования камер. Кстати, в отличие от разрешения Super AMOLED дисплеев, которые у A3 HD, а у A5 Full HD, разрешение камер с возрастанием номера модели не увеличивается. Оба смартфона оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной слет вспышкой. Оба пишут видео в максимальном разрешении Full HD, поддерживают голосовое управление, функцию быстрого запуска и имеют много настройок и режимов, в том числе профессиональный и HDR. Снимки и видео, сделанные тыльной камерой как при дневном, так и при ночном освещении, отличаются хорошей резкостью и детализацией, способны порадовать смартфоны и селфи хорошего качества. Ну и напоследок вслушаемся в звучание. Оно в тестируемых моделях чистое, хотя и не очень громкое. Разговорный динамик хороший, собеседник отлично слышно в любых условиях. При подключении наушников можно активировать радио и две улучшалки звука, которые сделают его еще более насыщенным. Что ж, если смартфоны Galaxy A3 и опять большой шаг производителя в среднем ценовом сегменте, принимая во внимание премиальный материал и корпус, отличную сборку, качественный дисплей и камеры, плюс хорошую производительность и автономность, то впечатление от Gear S2 двоякое. С одной стороны, стильная внешность, богатый функционал, удобство использования за счет вращающегося кольца и совместимость со смартфонами сторонних производителей, хотя и далеко не всеми. С другой, отсутствие возможности отвечать на звонки прямо с часов и ценник в 308 долларов. Продолжение следует...